Великое освящение воссозданного в храма в полноватии проводилось в престольный праздник села Успения Пресвятой Богородицы. Именно такое название носит эта церковь. А в селе сегодня еще проживают те жители, родители которых крестились и венчались в этом храме. Наш род вот уже более 300 лет существует на этой земле. И в 1928 году мама венчалась в этой церкви, а в 1929 году эту церковь сожгли. После Великого освящения храма Владыка Павел возглавил праздничную службу, в которой принимали участие настоятель храма преподобного Серафима Саровского Ирия Георгий и священники, приехавшие вместе с Владыкой. После окончания службы Владыка Павел поздравил жителей села Полноват с престольным праздником. Дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы сердечно всех вас поздравить с праздником Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы, поздравить всех с престольным праздником. Это особый день в жизни прихода этого храма, в этого селения. Сегодня под покровом Божьей Матери пребывает этот поселок. И каждый сегодня пришел вознести молитвы благодарности Царицы Небесной за то, что она хранит это селение, хранит нас в здравии и благополучии, и помогает и не оставляет в нашем житии каждого из нас. Владыка Павел вручил архиерейские грамоты Ирею Георгию, главе сельского поселения Полноват Ларисе Макеевой, старости прихода Надежде Максименко. В память о великом освящении Владыка Павел подарил приходу храма Святое Евангелие. А глава Белоярского района Сергей Маненков, сопровождавший Владыку в поездке по району, высказал слова благодарности в его адрес, а приходу подарил икону в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Благодарен Владыке, что он в очередной раз посетил эксклюзивный Белоярский район. В этот приезд он совершил чин великого освящения трех храмов в Соруме, в Казыме и вот сегодня в Полновате. Полноват это тем более накануне знаменательных дат. Мы знаем, что на следующий год полновата будет 300 лет, а в 2014 году, вот храму, где мы сегодня совершили чин великого освящения, в 2014 году будет 300 лет. Наверное, согласитесь, что это большая дата. И отрадно то, что сегодня на территории Ханты-Мансийского округа образовались новое благочиние, в том числе Белоярское благочиние, и центром благочиния является город Белоярский. Если раньше у нас был всего лишь один священнослужитель, сегодня их три, и у нас, проезжая по району, мы достаточно много общались с владыкой, и у нас есть договоренность, что у нас количество священнослужителей еще увеличится. И это, наверное, согласитесь, что огромный вклад в возрождение духовности, и нравственности, православие на нашей эксклюзивной Белоярской территории. Ну и не буду таить, что все равно моя поездка полноват не только посмотреть и поучаствовать в освящении храма. Вопросы мы посмотрели здесь главой, прошли по поселку, проехали, посмотрели подготовку к зиме, посмотрели те существующие пятна, где можно строить новое жилье, посмотрели, какой первый километр дороги мы построим в этом году в бетонном покрытии.